Это четырёхмачтовый Барк Крузенштерн длиной 114 метров. Рядом настоящий гигант Седов длиной 117 метров. Построен в 1921-м и внесён в Книгу рекордов Гиннеса как крупнейшее учебное парусное судно, сохранившееся до наших дней. Из порта Калининграда суда отправятся в кругосветное и трансатлантическое путешествие в честь двухсотлетия открытия Антарктиды и 75-летия победы в Великой Отечественной войне. Экипаж обоих судов – более 230 курсантов мореходных училищ Калининграда, Санкт-Петербурга, Мурманска, Ейска, Астрахани и Петропавловска-Камчатского. В том числе 18 девушек. «Честно говоря, как такового страха нет. Я знаю, что будут и штормовые условия, поскольку мы идём всё же в зимние месяцы, а Балтика в это время как раз больше всего штормит, а нам через неё выходить, так сказать, отчаливать через неё. Да и вообще лёгких путей не ищем. Ко всему готовы». Суда пойдут по разным маршрутам, но пока оба держат путь в Испанию. Крузенштерн 25 декабря прибудет в Санта-Круз де Тенерифе. Седов же 31 декабря в испанский порт Лас-Пальмос, где юные моряки встретят Новый год. Первое боевое крещение юных капитанов – отработать четырёхчасовую смену за штурвалом. «Это очень большая выносливость, потому что очень сильно устают руки после четырёх часов. Это не каждому дано. Очень тяжело стоять. Просто ребята после первых разов там бывают больше не хотят уже на руль». В поездке ребята посетят более 40 портов Северной и Южной Америки, Африки, Европе и Океании. За многомесячное путешествие экипаж сменят дважды. Всего мореходную практику пройдёт около 700 курсантов. Крузенштерн должен вернуться в Калининград в начале сентября 2020 года, а Седов – почти через год.